Памятник Виктору Цою готовят к отправке в Акуловку, Новгородской области. Монумент изготовил скульптор Алексей Благовеснов. С ним он выиграл даже конкурс на лучшее реалистическое произведение среди молодых художников. Сначала памятник хотели установить на Старом Арбате в Москве, но против этого выступили местные жители. В Петербурге монумент показали в кинотеатре «Аврора», но из-за несогласованности с городскими властями его попросили убрать. Что же происходит с памятником кумиру миллионов Виктору Цою, мы спросим у первого директора группы кино Юрия Белишкина. Он на прямой связи со студией. Юрий Владимирович, здравствуйте. Как вы относитесь к тому, что в Петербурге не нашлось места памятнику? Я к этому отношусь не очень хорошо, но самое главное, что памятник есть, он мне очень нравится. Памятник прекрасный. И то, что памятник все-таки найдет свое место на территории России, между Санкт-Петербургом и Москвой, может быть, в этом даже есть что-то символичное. Потому что Виктор родился в Ленинграде, прожил жизнь в Ленинграде, а последнее время жил в Москве. Так что между Москвой и Питером, может быть, даже это отчасти правильно, что памятник будет там. Так что все нормально, все хорошо. Юрий Владимирович, а какие еще варианты вы рассматривали? Где идеальное место для этого монумента? Ну, я бы хотел, честно говоря, чтобы это было в том районе, где Витя родился. Это район Ульянка, проспект Ветеранов, в тех краях. Но у нас очень сложное идет согласование годами. А здесь вот люди все сделали оперативно. И я благодарен вот властям Новгородской области, которые сделали все оперативно, для того, чтобы памятник наконец-то оказался на земле. Ну, пусть будет это Новгородская область, но он в России, а в своей принадлежит всей России и всему миру. Ну, честно говоря, теперь даже немножко зависть берет к жителям Акуловки. Такой хороший памятник у них интересный появится. Вот этот памятник, кстати, вот он так выглядит, видите, кто не видит. Это вот мне в свое время подарили вот такую тарелочку с изображением памятника. Вот он, памятник очень, на мой взгляд, очень точный. Хоть Виктор и не ездил на мотоцикле, но тем не менее, скульптор Алексей, он что-то увидел, будущее. И вот это будущее изобразил. Да, характер передан очень интересно. Кстати, был на концерте Алексея Благовестного, который я организовал в 88-м году в Москве, в Лужниках. Но в чем же причина? Почему же петербуржцы не пошли навстречу этому интересному памятнику? Что помешало? Ну, у нас очень все медленно, 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 сколько можно ждать. Потом был проект другого памятника, и поэтому решили, что памятник пусть будет земляков, то есть ленинградских скульпторов Алексея Жеморсквича. И, видимо, таким образом немножко его проект, его памятник отодвинули на потом. Ну вот, а в нашей жизни не бывает потом. Есть только сейчас. Сейчас Акуловка, и очень хорошо. Поэтому это не так далеко, это не Австралия. Желающие будут ездить в Акуловку. Обязательно надо будет ездить, посмотреть, как устроился там памятник. Я буду этим памятником. А скажите, надо будет обязательно посмотреть, как же там устроился памятник. Ну, а в целом, то есть памятник Цою от Петербурга все-таки будет, я так понимаю, только от петербургского скульптора? Да, да. Утвердили, я знаю, что утвердили осенью прошлого года. Место выбрано, утвердили, у метро проспект Ветеранов. И вот теперь только изготовление самого памятника. Ну, и надеемся, что это будет на следующий год. Мы тоже надеемся. Да, спасибо. На прямой связи со студией был первый директор группы кино Юрий Белишкин. Ну, и надеемся, что это будет на ногах. Продолжение следует...